Да почему же я все-таки сегодня на воде? О, а здесь еще какие-то палатки. Ничего себе! Ваши же дети придут собирать это, поэтому как бы... Но-но-но! Ребят, всем привет! В общем, мы с Ульянкой вдвоем приехали в центр и наблюдаем здесь такую картину. Собралась куча людей, и они делают трюки на велосипедах. Но прикол в том, что они так опасно выезжают на дорогу, потому что вовремя остановиться не могут. И я вот, вот посмотрите, и машина! Нет, успел, молодец. В общем, я как водитель тут стою и переживаю за водителей. О, едет. Ух ты, там еще и рулем крутят. Упал! И вот видите, и сразу поворачивают машины. В общем, прям очень рядом. Короче, жуть какая-то. Мы тут Ульянке обновку купили, выпросила. Ну, давай, одевай. Говорит, у меня ухи мерзнут. Классно! Мы зашли с Ульянкой в чайный магазинчик. Блин, какая здесь продается красота! Просто вообще всякие чашечки, чаи. Но вот чаи, что-то как-то мне ничего не приглянулось. Я смотрела, смотрела, видите, здесь много всего. Чашечки, всякие стаканчики тоже можно приобрести. Магазин достаточно большой, людей немного. Вот тоже красота такая. Чай мы не взяли, а зашли в H&M. Смотрите, я нашла такие классные здесь кроссовки. Очень стильные, но нет моего размера. Эти я, конечно, на себя натянула, но они мне жмут ужасно. Блин, ну выглядят вообще классно. В общем, не знаю, надо будет, может, поискать в других магазинах. Мы сейчас с Ульянкой в примерочной в H&M. Я вот хотела померить здесь вот такую кофточку. Понравилась мне, прям цвет понравился. Но для меня она слишком короткая. А еще я вам хочу показать их шторки. Это просто какой-то кошмар. Я не знаю, это какие-то тряпочки. Видите, это я сейчас еще поправила. Вот здесь вот была у нас дырка. Вот эта штука, она такая коротенькая. Не знаю, видимо, для того, чтобы как раз-таки середину закрывать. А по бокам, видите, надо вот так здесь заткнуть. Если не заткнешь, то здесь получается прям вот так дырка. И видно, кто ходит. С этой стороны тоже, видите, я заткнула. Но там женщина, видать, себе затыкала или, не знаю, поправляла. И, короче, у нас вот эта штука вся упала. Ну, как-то так получается. И мы с Ульянкой тут стоим. Я такая, опс, надо назад заправить. Ну, в общем, короче, как-то непредусмотрительно. Очень неудобно. Не знаю, Ульянка, что скажешь? Что это очень неудобно с этими закрывателями. С занавесками, да. Да, что это, когда мы примеряем штанами, если мы голые, вдруг откроется, кто-то заметит. Вот, ну ладно, пошли мы дальше гулять. Субтитры сделал DimaTorzok Мы зашли в Макдональдс. В общем, она выбирает себе, что она будет. У нас с папой сегодня голодовка. И я вам потом включусь и расскажу, почему. Ну, чего ты будешь что-нибудь? У тебя вообще так очень вкусно пахнет все. Прям невозможно. Ну, давай, может, хэппи мил какой-нибудь? Хэппи мил? Я не знаю, есть с бургером, есть с наггетсами. Три наггетсов, шесть наггетсов. Что хочешь? Ну, кстати, можете видеть цены тоже. Бургер с... Ой, хэппи мил с бургером шесть девяносто. А с наггетсами, кстати, тоже шесть девяносто. А если шесть наггетсов, то уже девять долларов. Вот, ну давай, выбирай. Панкейки? Ага. Ты будешь панкейки? Да. Ну, ладно. И дальше что? Вода, сок или... Сок... Апельсиновый. Апельсиновый, да. Ну, тут детский, а этот типа свежевыжатый. Давай, какой? Да. Кстати, удобные вот эти штуки, что можно подойти, заказать. Видите, оно так выглядит. Сразу оплатить, и уже потом там они выдают. Очень удобно. Вот, кстати, все люди стоят, ждут на выдачу. Ну что, мы с Ульянкой дошли до набережной, где порт. Посмотрите, можно посмотреть на корабли, как, что они там делают. Порт всегда интересный, но я уже рассказывала. И вот это, наверное, грузовой корабль. Конечно, огромный он такой. Вот, ну а мы сели здесь покушать. Ульянка все-таки переиграла, взяла себе наггетсы куриные. Здесь у нее коктейльчик. И еще вот там у нее в пакетике драник ее ждет. Вкусненько тебе? Да. А у меня сегодня вот водичка я буду пить. И сели мы, посмотрите. Вот, прям сразу уже вода. С Марком, конечно, так не посидишь. Марк остался у нас с папой. Ну, а что-то они там прям это, пип делают. Классно. А, что-то они там делают, я вам смотрю. Что-то они там делают с этим корабликом. Ну, в общем, много народу здесь сидит. Наслаждаются хорошей погодой, вот этими прекрасными видами. А вот и фейри, кстати, она такая как будто полная. Хотя нет, ну нет, внутри тоже люди сидят. Да, интересно, куда они поплыли. Класс. Ох, от нее сразу волны такие. Было так спокойно. Ну, кстати, здесь же сидят рыбаки, если вы могли заметить. Ловят рыбу. Но, честно говоря, они тут ловят совсем малюсенькую. И здесь где-то должна быть линейка. И там написано, какой длины они могут оставлять, а какую должны отпускать. Но здесь всегда маленькая ловится. Поэтому, я думаю, это не так скоротать время. Может, просто на любителя. Ох, вторая поплыла. Красота. Ну так вот, а почему же я все-таки сегодня на воде? Так сказать, с лозунгом, что не вода, то еда. В общем, доктора, которого я смотрю, он делает каждый сезон чистку. И эта чистка начинается с, получается, голодовки и заканчивается голодовкой. На самом деле, я уже сидела на этой чистке, но голодать у меня не получалось. Потому что Сергей меня не поддерживал. И вечером, когда все приходили домой, я не выдерживала. Но очень много у людей отзывов хороших, что они себя и хорошо чувствуют, и там проходят какие-то хронические заболевания. Ну, в общем, я не медик. Если вам интересно, вы можете найти этого доктора в Инстаграм. Инстаграм Илья Магерия его зовут, вот, и уже там у него все посты почитать. Вот, ну, я пока себя хорошо чувствую. Кушать, когда пахнет, конечно, хочется, но я бы не сказала, что я прям голодная. Нет, абсолютно нормально. В общем, буду наслаждаться видом, кормить своего ребенка и пить водичку. Мы тут сидим, наблюдаем такую картину, как эта большая махина пытается выехать. Кстати, я никогда не видела, как они сюда заводят эти корабли и выводят, так сказать. Ну, я так понимаю, что вот этот синенький корабль, как-то он называется. Сори, я не очень сильна. Но я так полагаю, что это он ему помогает, направляет. Да, вот какой-то трос я вижу от него, но, конечно, очень прям впечатляющее зрелище, по крайней мере, мне нравится. Ну, все, они отцепились, и теперь уже этот здоровый корабль плывет сам, так сказать, в добрый путь, счастливого им пути. Ну, конечно, он только прям очень медленно. Это делает. Может быть, кстати, специально, чтобы сильные волны не делать для маленьких катеров. О, это очень интересно. Кстати, вот я не в курсе, может, ему так положено. Наверное, все-таки, да, есть какая-то у него определенная скорость, с которой он должен выходить из порта. Красота. Ну, а мы сидим дальше, наслаждаемся этой красотой. Которая уплыла ферри. Ульянка говорит, что видит этот дом ферри, которая уплыла. Да, вон, еще одна попла. В общем, куча их тут плавает, достаточно часто, я бы сказала. С этой стороны тоже красиво, но я боюсь, что солнце будет засвечивать. Кстати, вот этот, уже я показывала, мост, по которому мы ездим домой, Хаба-Бридж. Вот, ну и народ сидит. Кстати, уже немного разошлись, но все же есть люди. Кстати, вот в этом здании сейчас проходит какая-то выставка. Вот, ну, понятное дело, что она не бесплатная. И, честно говоря, мы не особо поняли, что происходит. Но оттуда такие крики, как будто они там футбол смотрят. Вот, мы видели, там у них большой экран, и люди садились смотреть что-то. Вот, а сзади меня лайтхаус. Ну, потом заглянем, может быть, удастся что-то показать. Ну, вот, мы поднялись на второй этаж этого лайтхауса. И я хотела вам показать. Вот там сидит какой-то типа человечек. Ну, здесь стоит штука какая-то. Видимо, они там какую-то реставрацию делают. Ну, в общем, ничего особенного. Вот такие просто светящиеся штучки. Не знаю, видно или нет. Может, отсвечивает. Ну, в общем, построили эту конструкцию относительно недавно. Мы еще застали то время, когда ее тут не было. Вот, и отсюда, конечно, вид еще лучше сверху. А с другой стороны вид открывается на город, на эти небоскребы. И вот эти бесконечные краны виднеются строительные. Что-то все строят и строят. Ну, а мы, наверное, уже будем идти к машине. Машина наша там. Вот прямо-прямо и в самом конце. Ну, хочу сказать, что центр прям оживился. Вот прямо можно видеть, сколько людей идет. Так всегда было раньше. Может быть, даже было больше людей. Потом после всех этих локдаунов здесь практически вообще никого не было. Очень пусто было. А сейчас опять все возобновляется. Все выходят гулять. Мы сейчас идем назад. И вот здесь в центре есть каток. Кстати, мы как-то водили Ульянку сюда кататься. И рядом, посмотрите, какое кафе прикольно. Сделали такие шары, чтобы можно было сидеть, кушать и не дуло. Потому что обычно в центре очень ветрено. Что-то я их не замечала раньше. А еще здесь появился Найт Маркет. Ну, то есть, типа, ночной базар. И, как ни странно, но сейчас, наверное, 4. И вот он уже открылся. Хотим пойти туда посмотреть, что там есть. Ну, как я вижу, он очень маленький. Наверное, скорее всего, там только еда. Но пройдемся, раз мы здесь. Ну, в общем, да, такой Найт Маркет. Смотрите, 6 палаток и все. И в основном еда. Здесь вот какие-то вкусняшки. Здесь тоже. То ли китайская, то ли какая-то. Интересно. Ну, в общем, одна еда, шарики для детей и так далее. О, вот такие пельмени, я помню, мы снимали на ночном базаре тоже. Класс. Ну, вот как аппетитно выглядит. В общем, я так понимаю, что это, типа, как лаваш или какая-то булочка. И вот они ее мажут всяким разным, чем захотите. Ну, вот, например, нутелла и банан мы дома можем сделать. Вот. Ну, вообще, очень заманчиво. Я смотрю, у кого-то глаза-то глаза горят. Она смеется. Ульянка мне раскрутила на вот такую штуку. Посмотрите, как классно они их упаковывают. Специально есть, да, такая дырочка, отверстие для соуса. Ну, что, пробуй. Наверное, очень вкусно. Стоит эта красота 7 долларов. О, хрустящая какая. Вкусно. Такую штуку много где продают и много кто ее берет. Но мы вот никогда не пробовали. Короче, Ульянка говорит, что это обалдеть, как вкусно. Народ здесь тусуется, тепло. Коток, кстати, полный, приполный. Там очень много народу. Вот. Ну, мы идем дальше. Домой, к машине. Ну, что, сегодня уже следующий день. Так сказать, нашей голодовки. В общем, я не выдержала. Где-то без 15.08 вечера я пошла и наелась. Потому что у меня жутко разболелась голова. И она даже как будто как-то кружилась у меня. При том, что голода я не чувствовала. Но если бы, наверное, не дети, которых надо было там мыть, кормить, укладывать, спать. То, может быть, и можно было бы дотерпеть. Ну, в общем, короче, я не смогла. Но Сергей молодец. Он дотерпел до утра и позавтракал. И, кстати, сказал, что такая вкусная еда после вот такой вот, так сказать, голодовки. И что чувствует он себя легко. И, честно говоря, он даже сказал, что кушать он не особо хочет. Ну, вот, не знаю. Я вот как-то не смогла вытерпеть. И мне, кстати, было бы интересно. Практиковали ли вы такую какую-нибудь голодовку. Может, интервальное голодание сейчас очень популярно, что ли. Вот. И если у вас такое было, поделитесь своими, я не знаю, впечатлениями, своим самочувствием. Как вы вообще смогли, не смогли это перетерпеть. И как вы себя потом чувствовали. В общем, мне было бы очень интересно. Ну, а сейчас мы едем на базар, так сказать, на маркет. Мы уже давным-давно не были. Вот вчера попали на такой маленький базарчик. А сегодня я увидела, что буквально здесь у нас недалеко. На пляже, кстати, Long Bay, вот где-то там, рядом, проходит, в общем, какой-то маркет. Хотим поехать посмотреть, заодно воздухом подышать. Хотя погодка у нас, я вот смотрю, дождь там. Вот. Но если у нас дождь, не значит, что будет там дождь. Ну, в общем, посмотрим, погуляем, может быть, что-то другое придумаем, куда-то заедем. Ну, в общем, поехали. Ну, что, мы уже на этом маркете. Хочу вам сказать, что было просто плохое решение в такую погоду на траве все это устраивать. Здесь такую прям грязь месят. Но вот здесь еще, кстати, ничего. А вот сзади нас там вообще было ужас, что намешано. Вот. Ну, мы ходим здесь, смотрим. Все, в принципе, как обычно. Продают специи, хлеб, мед. Вот, не знаю, вообще всякие рукоделия. Вот такие дела. Посмотрите, даже есть коза, которую можно, не знаю, погладить, наверное, для детей. Классно, они сделали сток сена, и можно на этом сене сидеть. Ой, а вы видите у нее на рогах эти пробки? Чтобы она не забодала никого. Прикольная. Ой, он так прям обнимается с ней. В таком она пиджачке с кармашками. Моя коса гладит козу. Ой, аккуратно. Ай, так мило. Ее имя Чипс. Прикольно. Собака еще ко мне тут пришла. Привет, собака. Привет. Можно, говорит, погладить. Марк, аккуратно, Марк. Марк. Мы решили уйти с этого маркета. Здесь вообще новый райончик, и мы решили здесь погулять, посмотреть, что здесь есть. Вот поднимаемся по ступенькам наверх. Говорят, что там какой-то есть супермаркет. О, а здесь еще какие-то палатки. Ничего себе. А если бы не пришли и не узнали бы? Прикольно. Ой, тут, кстати, не так дует, да? Ух ты, моя слабость. Это свечки. Какие красивые. Ну-ка, сейчас я попробую понюхать. Ммм, пахнут тоже приятно. Обожаю свечки. У меня раньше, когда еще подростком была, у нас дома было очень много свечек. Ммм, и нам, помню, даже девушка пришла в гости и говорит, а вот что, проблемы со светом, столько свечек. Какие красивые, типа, в конфетницах. Класс. В общем, здесь продают всякие разные плакаты. Вот я увидела на русском языке. Ленин. Там даже есть Сталин. Сейчас, если я попробую. Я как-то так открыла сразу. О, вот. Тоже на русском написано. Ммм. Зашли сейчас в магазин. Увидела здесь гербарий. Посмотрите, за 45 долларов. Обалдеть. Дороже, чем цветок, который в горшке растет за 20 долларов. Это, блин, вообще как. Очень странные цены у них. А вот этот, кстати, 39. Ну, наверное, из-за горшочка. Вот, хотя здесь я не знаю, какой горшочек. Ну, в общем, мне кажется, что дороговато. 45. Я тут нашла мед и обалдела. Представляете? Манука. Манука Доктор называется. Ну, я так понимаю, фирма. В общем, 40 плюс. Это достаточно высокое содержание полезных там всяких веществ. И всего, получается, за баночку, вот за эту 250 грамм, 5 долларов. А есть большая баночка, 500 грамм, 10 долларов. И вот мы стоим и не поймем, как такое может быть. Вот, ну, я, пожалуй, наверное, маленькую баночку все-таки возьму. Ну что, мы уже сели в машину. На улице так ветрено. В общем, хочу вам показать, что мы купили в магазине. Взяли, в общем, немножко рыбки. Сергей взял, хочет сегодня пожарить. И все-таки я взяла вот этот вот мед. Потому что я посмотрела в составе мед мануки и больше ничего нет. Почему такая цена прям удивительная. Может, новый какой-то бренд. Ну, в общем, решили взять. И сейчас я Сергея уговариваю. Точнее, не уговариваю, а я говорю, поехали. Уговаривать не надо. Не надо, да. Там, в общем, где устрицы продают, у них там зимой они продают суп очень вкусный. И я вот говорю, давай поедем. Да. Едем? Едем. Ура! Взяли мы суп. Вот такой вот большой, не знаю, стакан. И маленький был стаканчик. Его уже выпили. Приехали, в общем, я не знаю, какой-то типа резерв. Но здесь сейчас отливы, посмотрите, вообще-вообще нет воды. Вот. Но зато есть площадка. Сейчас дети немножко поиграют. Кстати, достаточно ветрено. А мы хотим этот суп чуть-чуть отхлебнуть и перелить в стаканчик. Вот такого он интересного цвета, но он очень вкусный. Я не знаю, как они его делают. Наверное, надо рецепт погуглить. А? Думаю, да. Потому что очень вкусно получается. Я отошел немного, думаю, пройдусь по берегу, посмотрю. Я тут увидел скопление устриц, которые расположены на берегу. Они называются Rock Oysters. Rock это типа скала, то есть наскальные устрицы. Я заметил в этом магазине, кстати, первый раз, что они тоже продают вот эти вот наскальные устрицы, которые считаются, что как бы они, как это, второсортные, что ли, или что-то в этом роде. И раз я их увидел, что они их продают, ну вот, на этих, на ракушках. Вот. И цена, по-моему, была 10 долларов за дюжину, 12 штучек. Вот. И мне кажется, суп они варят вот из устриц именно вот с этих наскальных устриц. Потому что я читал в интернете, ну, когда искал, можно их кушать или нет вообще. И пишут, что они хорошо подходят именно для готовки. Когда, как, ну, как не тихоокеанские, а как-то, которые морские на глубине. Да, эти тоже, в принципе, морские. Но есть устрицы, которых на ферме выращивают. Они все время в воде, в каких-то таких, знаете, специальные штуки делают для них. Ну, то есть они никогда не выходят из воды. В то время, как вот эти наскальные устрицы, когда отлив, они, получается, открыты. Вот. Я отошел немного, сейчас вам покажу. Я бы, конечно, подсобирал. Я как раз мне же пришел же ножик для устриц, чтобы их открывать. Думал, опробовать. Вот. Ну, посмотрим. Буду-не буду, пока в планах этого не было. Сейчас покажу. Так, ну, вот, собственно, вот тут вот побольше скопления. Вот тут вот поменьше. Тут просто рядом со мной я покажу. То есть, вы видите, да? Ну, размер не сильно большой. Вот. Но и отломать ее, скажем так, непросто. Вот. Но я читал в плане правил, когда собираете эти устрицы, то всегда нужно, если отламываете, собираете, чтобы не оставалась задняя часть, которая прикреплена к этим камням. Потому что, вот как здесь, видите, например, да, птички тоже их едят. И вот тут, видите, вот задняя часть осталась от устрицы. И на ней уже не вырастет новая устрица. Поэтому, если собираете, то нужно всегда отламывать до конца. Почему говорю, что нужно отламывать всегда до конца? Да, потому что, когда мы приехали сюда, в Новую Зеландию, мы пришли, помню, на какой-то пляж. Я вижу, стоят два рыбака, ну, местные жители, скажем так. Вот. И мужик, ну, там муж и жена, видимо, он сидит и рыбачит там на удочку, смотрит на поплавок. А жена ходит, их вот так отковыривает, просто вскрывает, баночку поставляет и туда их как бы сгребает. Ну, там у нее баночка такая пол-литровая, наверное, уже полная, можно сказать, была. Вот. И я не знал тогда об этом законе, а получается, видите, вот она идет, пол баночки этой насобирать, но я не знаю, это вот пол вот этой скалы надо, наверное, обобрать. А представляете, она пол скалы обобрала и осталось, вот эти задние ракушки остались. И получается, все, уже там никто не вырастет. То есть, как бы, ну, всегда думайте о том, кто придет после вас, ваши же дети придут собирать это, поэтому, как бы, но-но-но, вот такие дела. Кстати, хочу обратить внимание, ну, здесь такой, да, отлив, и само он опрашивается на то, чтобы пойти и поискать какие-нибудь ракушки, кламсы и подобные. Вот здесь, кстати, есть знак, что, видимо, желающих было очень много, и сейчас уже под запретом забирать. Не коколс, кламсы, не пипи. Вот я взял, чтобы вы видели различия. Вот это кламсы, а вот это пипи ракушки. Ну, я просто ракушки вот сейчас дошел на пляже. В общем, нельзя собирать на этом пляже такие ракушки. Так что всегда обращайте внимание на вот такие знаки. Иногда они не просто запрещают, а говорят о количестве и размере ракушек, которые вы можете собирать. Например, на здесь Army Bay один есть, очень знаменитый пляж, где можно собирать коколс, кламсы. Там определенного размера они должны быть, и не больше 50 штук на человека. И в определенный сезон, там табличка тоже говорит, что в определенный сезон только можно их собирать. Поэтому всегда обращайте внимание на вот такие знаки. Они обычно вот такие, как бы полукруглые. Ну, что могу сказать? В общем, интересное место. Хотелось бы побывать здесь, когда прилив. Наверное, очень красиво. Ну, а мы отправляемся домой. У нас заканчиваются каникулы. Завтра Улянка идет в школу. Надо собираться, готовиться. Плюс мы купили рыбу. Сергей хочет пожарить. В общем, так что включимся, наверное, уже дома. Мы уже дома. И хочу вам показать наш ужин. Сергей пожарил рыбку, которую мы купили. В общем, я так давно хотела жареную рыбу. Мне очень нравится, как он ее жарит. У него получается вкусно. Вот. И на гарнир я сделала вот гречку с маслицем. В общем, будем ужинать. Всем приятного аппетита. У меня вот, смотрите, сын мой ест. Это вообще проблема его накормить. Но тут он прям рыбу просит еще и еще. В общем, ему очень понравилось. Вкусно, малыш? Ага. Еще рыбы. Вот какая радость. Потому что его накормить это целая проблема. Он может не завтракать, не обедать. Хватает куски. И, в общем, а тут прям я радуюсь. Вот и закончились зимние каникулы. Завтра в школу. Хочу показать, что я положила. В принципе, стандартно. Здесь у нее йогурт, потом колбаска, яблоко. Яблоко резать не стало, потому что оно потом темнеет. Дети не хотят его есть. А так останется в нормальном виде. Здесь у нее мандаринка. Тоже почистит потом сюда в контейнер. И будет ланчбок чистый. Здесь морковка. И вот такие вот печеньки, похожие на пончики. Ну, потом санитайзер. И водоросли я ей сюда добавляю. Ну, так она их особо не ест. Но если вдруг не наестся или еще что-нибудь, то вот ей, так сказать, про запас. Еще я ей для сытости положу завтра вот такой круассан с маслом. Ну, или, может быть, с чем-нибудь еще. С джемом, я не знаю, с шоколадной пастой. С чем она пожелает. Вот. И еще хочу ей положить вот такую вот маленькую записочку. Я думаю, что она завтра откроет, увидит и ей это поднимет настроение. В общем, положу куда-нибудь вот сюда. Ну, вот такой вот у нее завтра будет рацион. Ну, и хочу вам сказать спасибо, что были с нами. И всем пока-пока. Ну, вот мы уже дома. Хочу вам показать наш ужин. Сережа пожарил вот такую рыбу. В общем, я так давно хотела жареную рыбу. Обожаю, как он ее жарит. Она у него просто самая вкусная получается. И я. Кстати, жареная рыба у него получается вот прям лучше всего. Вот она прям самая вкусная. Редактор субтитров.